Здравствуйте, меня зовут Филипп Березин, мы начинаем очередной выпуск нашей программы новости мировой недвижимости от Приан. Сегодня в центре внимания Италия, Франция, Турция. Поехали! На Пенинах решительно вступают в борьбу за средства и мозги цифровых кочевников. Два года в Италии решали, на каких условиях принимать талантливых, способных зарабатывать и имеющих возможность трудиться удаленно. И вот, местный парламент закон в окончательном виде пока не принял, но детали обсудил и даже рассказал о них. Пока известно не все, и главное, что непонятно, как схема будет работать на практике. Думаю, это выяснится не раньше лета, может быть даже к осени. Еще раз повторю, сегодня заявления еще не принимают. Но, и то, что уже известно, звучит вполне интересно. Подаваться на визу цифрового кочевника в Италии можно будет и работающим на неитальянские компании, и даже самозанятым. Стаж на последнем месте работы должен быть от полугода. Нужна будет медицинская страховка, жилье, собственное или арендованное, но это как раз универсальные требования всех подобных программ. Самое главное, ориентировочный доход, который надо будет подтвердить основному заявителю, не менее 28 тысяч евро в год. Про необходимую сумму, которую надо показать членам семьи, детям, жене или мужу, пока информации нет. Что любопытно, сейчас наиболее востребованная программа для цифровых кочевников испанская, она действует почти год. И вот по ней минимальная сумма для основного заявителя тоже в аккурат 28 тысяч евро. Не иначе итальянцы подсмотрели. Причем в Испании цифровому кочевнику лучше подаваться на ВНЖ прямо на территории страны. Тогда резидентом можно стать аж на три года. Итальянцы пока заявили о выдаче ВНЖ на год при подаче в консульствах по месту жительства. Про возможность подавать документы непосредственно в Италии ничего не говорится. Но, учитывая интерес и даже любовь к этой стране, можно не сомневаться. Если процесс будет налажен и пойдет без особых задержек, кочевники начнут кочевать, в том числе и на Аппенины. Главное, чтобы не получилось, как, например, в Греции. Тамошняя программа стартовала раньше других. И поначалу все шло очень хорошо. ВНЖ оформляли буквально в течение месяца. А сейчас документы кочевников в Ладе рассматривают по полгода. И больше это устраивает не всех. Поэтому сейчас там популярны другие иммиграционные схемы. Та же золотая виза. В завершении к нашему сюжету в описании мы прилагаем ссылку на статью, где описано 55 программ для цифровых кочевников по всему миру. Выбирайте свою. Теперь перемещаемся во Францию. Там Федерация агентов по недвижимости опубликовала отчет о ситуации на рынке. Главный факт – это спад продаж. Жалкие 865 тысяч сделок, при том, что годом ранее было сильно за миллион. Причина все та же – выросшие процентные ставки. Французские банки, к тому же, еще в прошлом году ужесточили условия по ипотеке. В частности, сократили максимальный срок займа 25 годами, а было 35. Ну, раз меньше сделок, то начинают снижаться и цены. Главные пострадавшие – крупные города. Париж за год – минус 5,6%. Таллион – минус 6%. Нант – минус 7%. Исключение – знаменитые французские курорты во главе с Ницей. Там в 2023 году пусть символический, но все-таки рост. Прогноз на год 2024 тоже не слишком бодрый. До конца года участники рынка ждут падения спроса еще на 10%. Впрочем, для тех, кто хочет купить, времена может и неплохие. Во Франции сейчас покупают, в частности, для получения ВНЖ по финансовой независимости. Это возможность и для россиян вполне рабочая. Да, это не золотая виза, но владеть недвижимостью или, в крайнем случае, арендовать ее все равно надо. Турцию, точнее турецкую недвижимость, сейчас критиковать модно. И, в общем-то, есть за что. Власти страны, приняв несколько жестких законов, усложнили жизнь и релакантам, и инвесторам. Но сегодня мы поплывем против течения, то есть будем не критиковать, а обратим внимание на преимущества. Что, собственно, это за преимущества? Климат, солнце, тепло. В статусе дальней дачи у средиземноморских курортов Турции конкурентов не так уж и много. Да, в определенных популярных районах невозможно получить ВНЖ. Да, принятый закон о краткосрочной аренде и падение турецкой лиры – факторы, безусловно, напрягающие. Но покупателям-курортникам все эти минусы могут оказаться весьма кстати. Цены в той же Алании в долларах и евро сейчас снижаются, причем уже не только на вторичку, это мы констатировали пару месяцев назад, уже и на новостройке. Но низкие цены – это всегда большая конкурентоспособность. И вот один из примеров. Квартира в Махмутларе, районе Алании, который закрыт для получения ВНЖ. Но все равно любим иностранцами, в первую очередь русскоязычными. Мы зовем его часто между собой Михайловкой. Новостройка. Закончить должны через год. Квартира в 45 квадратных метров, 1 плюс 1, просят 69 тысяч евро. Еще обещают рассрочку на три года. Все курортные радости – спа, хамам, поле для мини-футбола, бар, бассейн, обязательный набор. Ссылка на конкретный вариант и на объекты в Алании и на Приан в целом вы найдете в описании. А я еще раз повторю. Доход от краткосрочной аренды в Турции получать сейчас очень сложно. ВНЖ требует вложения от 200 тысяч. Но лет 10 назад страну ведь никто и не воспринимал как инвестиционное или иммиграционное направление. Это курорт. И сейчас, если переводить в рубли, новая квартира на Средиземном море 7 миллионов. Сравните с ценами в Сочи. И в заключение. Новый гид на жительство. Книга о зарубежной недвижимости уже напечатана, вышла в печать. Вот он, карманный формат. Для нас это особое событие. Вот уже 12 лет мы выпускаем нашу книгу. Правда, сейчас корректнее говорить уже о брошюре. Традиционный срез рынка на 32 страницах. Основные факты для понимания происходящего. Страны, цены, иммиграционные программы, особенности перевода средств. 15 и 16 марта в московском экспоцентре на Краснопресненской набережной на выставке Empires. И через неделю, 22 и 23 марта на Тишинке, Тишинская площадь, дом 1, на инвест-шоу на стенде Приан вы сможете получить свой экземпляр гида. Ну и, конечно, пообщаться с экспонентами, компаниями со всего мира. Приходите. Ссылки, по которым вы можете получить пригласительные билеты на выставки, в описании к сюжету. Ну а я вновь желаю вам мира и безопасности. Да, сегодня это звучит уже как заклинание, но в такие времена живем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok